Накануне, в день моряка-подводника военно-морскую базу ЧМФ РФ в Севастополе покинули сразу все находящиеся там субмарины. Обычно принято, чтобы на боевом дежурстве находилась только часть подлодок, а остальные в это время оставались на базе, проводя постепенную ротацию. С чем же может быть связана эта акция Минобороны РФ? На кого отправились охотиться сразу все российские подводные силы? Согласно заявлению вица-адмирала Осипова, субмарины находятся в Черном море, а одна ушла в Средиземное, где должна сменить однотипную. Речь идет о многоцелевых дизель-электрических подводных лодках проекта 636.3 «Варшавянка». Эта серия считается крайне удачной, благодаря оптимальному сочетанию скорости подводного хода, малошумности и дальности обнаружения целей. Это позволяет всем подобным субмаринам скрытно приближаться к потенциальному противнику и наносить по нему удары противокорабельными ракетами, либо крылатыми ракетами «Калибр». За акустическую скрытность, затрудняющую обнаружение подлодок, в блоке НАТО «Варшавянкам» дали говорящее прозвище «Черная дыра». В составе Черноморского флота РФ имеется шесть субмарин данного класса. Седьмая подлодка Депл проекта 877 «Впалтус» Б-871 «Алроса» в настоящее время находится в ремонте. И вот командование ЧМРФ выгнало в море сразу весь подплав, как если бы ему надо было срочно отразить масштабное морское вторжение. И ведь действительно, военная активность Североатлантического альянса и кандидатов на вступление в этот блок в Черноморском регионе непрерывно возрастает. Давайте посмотрим, какие маневры были проведены там только за первые три месяца 2021 года. 9 февраля 6 флот США совместно с турецким военно-морским флотом, с позволения сказать, укреплял безопасность в Европе. В учениях были задействованы наши старые знакомые, американские эсминцы «Портер» и «Доналд Кук», два турецких фрегата, два истребителя F-16 и два самолета-разведчика, а также патрульный противолодочный самолет «Посейдон». С 27 февраля по 6 марта в Черном море прошли многонациональные военно-морские учения «Посейдон-21». В них был задействован и 13 кораблей, прибывших из США, Турции, Франции, Испании и Греции. Принять участие в них Болгарии помешала пандемия коронавируса. В учения поучаствовали свыше семи сотен военнослужащих из всех этих стран. Применялась боевая авиация, истребители «Рафейл» и «Юроуфайта Тайфун», вертолеты ИР-330 «Мадевак» и «Пюма Нейвл», а турки предоставили подводный робот с дистанционным управлением. Что конкретно отрабатывали в НАТО? Нейтрализацию неких подводных угроз методом гидрографической разведки, обнаружения и обезвреживания морских мин и прочих взрывных устройств, а также борьбу против авиации, надводного и подводного флота условного противника, заправку кораблей на воде, буксировку поврежденных судов и оказание медицинской помощи пострадавшим. Прямо-таки сценарий для мини-войны в Черноморском бассейне. Параллельно с этим на суше румыны обрабатывали совместные действия на случай взрыва некоего гидротехнического сооружения. Интересно, какого? Далее, с начала года Украина провела уже вторые по счету учения совместно с блоком НАТО типа ПАСЭКС, вот как их прокомментировала Минобороны Незалежной. Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений. А в период с 19 по 29 марта на Черном море пройдут достаточно представительные маневры НАТО под названием Си-Шилл-21, морской щит. В них примут участие США, Турция, Румыния, Польша, Испания, Нидерланды, Болгария и Греция. Всего будет задействовано более 2,4 тысячи военнослужащих Североатлантического альянса, 18 кораблей и 10 самолетов. Заявленная цель – отработка взаимодействия. Против кого они там собрались воевать на Черноморском бассейне, всем скопом догадаться нетрудно. Также несложно заметить, что выход в море сразу всех варшавянок совпал по времени с началом морского щита. Как заявило командование ЧМРФ, все подлодки выполняют различные задачи. Какие же это могут быть задачи? Это тоже понятно. Российским субмаринам придется в очередной раз доказать, что их не зря называют черными дырами за уникальную для своего класса малошумность, и поохотятся на корабли блока НАТО. Установленные на них пусковые комплексы позволяют из подводного положения выпускать крылатые ракеты калибр ПЛ, способные уничтожать не только надводные, но и подводные цели. Всего шесть многоцелевых дизель-электрических подлодок могут создать массу проблем объединенному флоту НАТО. Если же средства противолодочной борьбы окажутся бессильны против варшавянок, то Североатлантическому альянсу стоит крепко задуматься над тем, готов ли он реально повоевать с Россией за Черное море.